всем большой привет девчонки и сегодня у меня на канале будет видео вопрос вопрос ответ вот мой ответ на вопрос про наращивание ресниц так что если вам интересно то оставайтесь со мной сегодня я буду рассказывать вам про свой опыт в наращивании ресничек поделюсь с вами и расскажу как себя нужно вести в определенных ситуациях первый раз вообще я нарастила ресницы когда училась на третьем курсе тогда я подрабатывала в казино администратором и моя работа была достаточно сложная сложная физически в том плане то что мы работали по 12 часов иногда чуть чуть больше вот и соответственно макияж мой должен был держаться 12 часов полных рабочих плюс час туда и час обратно как я добиралась да то есть это где-то 14 часов должен был держаться мой макияж и так как я работала с лета то конечно же летом была очень сильная жара и в казино я не могу сказать что тоже было как-то холодно да вот то есть я делала такой очень легкий макияж использовала пудру блеск для губ и все в принципе и тогда у меня возникло желание начать наращивать себе реснички почему потому что очень многие девчонки с которым я работала тоже администраторы они тоже себе наращивали ресницы и мне очень нравилось как это выглядело это были такие прям маленькие красивые это было очень мило еще тогда было очень популярным это был по моему какой 10 11 год очень были популярные стразики клеить в уголочке вот сюда на сами реснички в общем выглядело на мой взгляд это очень мило и очень женственно и очень-очень сексуально и в общем то я тоже решилась на эту процедуру искала и сразу скажу мастера хорошего потому что эта сфера была не очень сильно развита да и я видел очень плохие какие-то реснички у девчонок я сразу хотела к хорошему мастеру я из вейсер платы выделила такую весомую часть денег и обратилась к очень знаменитым на то время мастер в минске который наращивал реснички нашим белорусским звездам певицам разным ведущим вот был очень-очень такой хороший мастер вот я приехала впервые я помню к ней домой легла на диван она мне все очень быстро достаточно сделала и осталась результатом очень-очень сильно довольна и так я наверное ходила наверное где-то полгода затем мне стало очень неудобно к ней ездить потому что лето кончилось наступила зима и жила она достаточно далеко ресницы стоили дорого поэтому как бы мне уже это не очень нас я начала искать другого мастера через полгода который будет чуть-чуть поближе мне будет удобнее добираться такого мастера я нашла я к ней пришла и вы знаете я осталась еще более довольна чем у прошлого мастера сейчас объясню почему прошлого мастера у меня реснички держались пару недель и потом начинали отпадать вот в уголочках где-то да то есть я хотела пару ресниц не было и было очень неудобно спать у нового мастера мне безумно понравилось то что ресницы были очень густые очень красивые да то есть эффект был еще больше еще более красивые то есть мне очень очень нравилось и было удобно ездить но потом я вышла замуж и переехала приехал я другой город вот поэтому собственно говоря военно-городке я уже реснички не наращивала хочу сказать то что когда я сняла свои ресницы это был жесть это было просто нереальная жесть вот говорю серьезно без всяких прикрас дело в том что ресницы были сняты и мои реснички они все остались но они были очень короткие я их красила в день по 20-25 минут и у меня получались какие-то одни палочки я очень плакала я очень была расстроена я ходила постоянно солнечных очках вот мне не хотелось как-то мне не нравилось еще как это выглядит но больше наращивать и не хотела потому что я человек который спит в подушку и мне неудобно было с ними спать как бы это не красиво как бы это красиво не было да нарочные ресницы и удобно да но спать неудобно да можно быстренько сделать макияжик я использовала тогда чуть-чуть пудры чуть-чуть румяна блеск вот эти были шикарные ресницы было просто отлично но честно признаюсь у меня это очень очень сильно расстраивало то что я плохо сплю вот поэтому собственно говоря я больше не решилась на наращивание просто занималась тем то что восстанавливала свои реснички вот восстанавливая где-то маслами полгода использовала я различные масла вот и восстановила и все потом мои реснички быстро восстановились но спустя где-то может быть два-три года я решилась опять нарастить ресницы для того чтобы съездить в отпуск вот я пришла в салон красоты где на тот момент наращивала ногти и девушка мне сделала наращивание ресниц наращивание мне очень понравилось смотрелось очень красиво но на второй день у меня начиналось очень сильное жжение глаз я позвонил салон они сказали то что нужно снять обязательно ресницы так как скорее всего у меня началась аллергия на них потому что материалы они все очень разные неизвестно на какой материал у вас будет аллергия когда вам говорят то что аллергии быть не может никогда не верьте это материалы для наращивания это химические материалы химический клей да поэтому собственно говоря может быть у любого человека реакция даже если в другом месте вы не нравится вы наращивали ресницы все хорошо то придя к другому мастеру на другом материале у вас может быть аллергическая реакция я приехала в салон мне сняли эти ресницы снимали мне сначала специальное средство наносили затем начинали как бы отдирать их было очень больно я плакала в общем заплаканное мне отодрали одну ресницу одна ресница все-таки вот прямо-то дралась я ходил у меня была такая дырочка здесь одна ресница не сильно видно но для меня лично это было очень сильно видно и да для меня это было крайне печальная ситуация но хорошо то что мне их сняли хорошо то что мне вернули часть денег мне вернули по моему 30 процентов от наращивания то есть это ресницы тогда стоили может быть 150 тысяч белорусских рублей 50 мне вернули то есть вернули извинились как бы и вот мне в этом плане очень понравилось понравилась работа салона отношения салона к таким работам потому что вы понимаете я знаю очень кучу случаев когда девчонкам девчонок проблем с ресницами мастера им просто даже отказываются их снимать не то что за деньги вообще откажется их снимать многие мастера даже не имеют средств для специального снятия да вот поэтому к сожалению увы а сейчас стало очень много мастеров очень много мастеров заказывают китайские алиэкспрессовские ресницы алиэкспрессовские клея и это все ужасно я работаю с невестами невесты часто мы хотят себе нарастить ресницы перед свадьба перед отпуском и когда иногда прихожу день свадьбы вижу то что им сделали но поверьте это не всегда хороший результат есть очень печальные результаты вот и мне очень-очень жаль действительно эти девчонок поэтому я хочу сказать что если вы собираетесь наращивать ресницы обращайтесь на хорошему мастеру обращайтесь лучше в салон пусть вы дадите больше денег но он сделают качественным да и будут потом нести ответственность за то что они сделали да у вас не будет потом проблем вы не будете ходить плакать обижаться на каких-то девочек которые будут на дому что они вас кинули еще что-то да вот потому что ну люди которые работают на дому они не всегда профессионалы да они иногда самоучки и работают они плохо сейчас как бы каждый второй человек чем-то занимается то есть то ногтями то ресницами то волосами то макияжем и так далее и поэтому отсюда порождается очень много непрофессионалов да в этих сферах в любых сферах и ногтей да я постоянно тоже с такими сталкиваюсь вот поэтому на мой взгляд ресницы это такой момент очень индивидуально я считаю что сейчас накладные вот эти ресницы наращены это не очень актуально это на мой взгляд это видно это искусственно это на мой взгляд это не очень на свадьбу сделать я считаю что да это нужно потому что на свадьбу у вас яркий макияж и как бы ресницы будут смотреться хорошо если вы потом не эти в отпуск то еще удобнее да то есть ездить в отпуск потом снять ваши ресницы не так сильно испортится как после того как вы будете носить их много лет поэтому на мой взгляд это лично ваше решение у меня есть моя знакомая которая возрасте женщина который 50 лет и который наращивает ресницы уже много лет вот и ей очень нравится и это безумно идет и я даже без ресниц уже не представляю но она человек который не спит в подушку и ей удобно вот так вот она наращивает и ногти и волосы и ресницы и она себя так чувствует комфортно все зависит от того чего вы хотите как вы хотите выглядеть что вам нравится никогда не слушайте других людей не обращайте внимание на других людей то что вам говорят если у вас есть какой-то комплекс у вас может быть свои ну такие коротенькие реснички что вот вы комплексуете то наращивать если у вас свои короткие волосы вы не можете их отрастить то если у вас генетика такая то почему вам не пойти не нарастить волосы качество нарастить поэтому я считаю что если собрались что-то наращивать то наращивайте это качественно это касается волос и ногтей и ресниц. Так что вот поделилась с вами такой историей наращивания. Ну, у меня иногда чешутся ручки. Иногда, когда я вижу в интернете какие-то наращенные реснички, мне хочется пойти, сорваться, нарастить все, чтобы не красить их по 15 минут в день. Но я прекрасно понимаю, что потом будет много последствий. Поэтому не нужно. Не нужно. Нужно себя останавливать в чем-то. Вот. Так что, да, спасибо огромное вам за просмотр. Можете писать в комментариях к вашей истории наращивания ресниц. Вот. И если вам нужны контакты хороших мастеров в Минске, то тоже могу поделиться, потому что у меня реснички делают невесты. И многих мастеров я знаю. И знаю как хороших, качественных. Вот. Так что огромное спасибо вам за просмотр. И пока-пока.